Здесь готовится пища. Плиты, сковорода, котлы под компот и под что-то жидкое. Жаришь или шкафы. Дети выросли, садик достроили. С опозданием в 6 лет. Скандальный долгострой в Рябиновке наконец-то ведут в эксплуатацию. Сейчас здесь устанавливают техническое оборудование. Это завершающий этап. Двери для детей откроют уже зимой 2022 года. Накануне прокуратура Омской области инициировала проверку. Сдача из детского сада планируется именно в декабре текущего года. Сегодня мы выехали. Мы видим, что детский сад, строительство в основном завершено, высокой степени готовности. Но должны быть проведены завершающие этапы приемки. Поэтому прокуратура с контроля не снимается. Будет обеспечен контроль и надзор до окончательного ведения детского сада в эксплуатацию. Это должно быть реализовано в декабре текущего года уже. Около 6 лет Амичи дожидались окончания работ. За это время долгострой прошел самую настоящую войну за выживание. Сменился подрядчик, переносились сроки сдачи. В процесс строительства неоднократно вмешивались администрация и прокуратура. Как сообщает представитель подрядной организации, сроки выполнения работ затянули после приемки объекта от предыдущего подрядчика. Объект был в упадческом состоянии. Здесь были наружные стены, где-то выполнены неправильно с браком. Была часть оконного остекления. Мы видим, все окна мы заменили, где были треснуты окна. Здесь был мусор, была грязь, было там, голуби жили на кровле, были замечания по кровле, мы все устранили. Ну, привели объект в соответствие. Сейчас строительные работы полностью завершены. За ситуацией наблюдала экс-мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина. В период руководства городом она не раз торопила подрядчиков. Теперь проблемы позади, отметила депутат в своем инстаграм. Осталось только закончить прием технологического оборудования и подать документы в профильный департамент. Процесс лицензирования не должен затянуться. Все вопросы отработали еще в процессе строительства.